Здравствуйте! Сегодня в гостях по ФДО ТВ президент команды «Оранж» Александр Максименко. Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы задать вам несколько вопросов, чтобы вы поподробнее нам рассказали о вашей команде. С удовольствием! Ну и давайте начнем, как говорится, с приятного, с самой последней игры. Матч седьмого тура чемпионата города Днепра по футзалу сезона 2016-2017, в котором вы обыграли своего принципиального соперника, местную традицию. Игра складывалась, я смотрел, не очень просто, несмотря на результат 3-0. Как на ваш взгляд проходил матч? Ну, все верно сказано. Действительно, очень принципиальный соперник. Настраивались на него, наверное, просто невероятно. Касательно матча, что могу сказать. Первый тайм действительно был очень тяжелый. В один момент казалось, что можем пропустить, но ребята очень достойно отыграли в обороне, за что им очень большое спасибо. Вообще могу отметить, что в этом сезоне в обороне молодцы. Забили немножко курьезный гол, это, конечно, немножко развязало нам руки. И во втором тайме играли свою игру на контратаках. Забили еще два гола, могли еще забить. Ва-банк, местная традиция решила пойти, получила удаление. Ну, то есть, действительно, правильно сказано, 3-0, на самом деле, не отвечает абсолютно... То есть, счет абсолютно не отвечает ходу игры. Что ключевое? То есть, все-таки, игра, наверное, ваша в обороне, или, может быть, то, что местная традиция играет на несколько фронтов, и у нее было слишком такое большое желание, в случае победы она догоняла вас по очкам. Что все-таки было ключевым в этом матче? Ну, касательно того, что команда, местная традиция, как Екатерина Слав-Хлеб, как ее векой играет на много фронтов, это их выбор, они на это пошли, я бы на это не делал бы скидку. У них достаточно игроков для этого, они варьируют состав, поэтому я бы не преуменьшал достоинства наших игроков, да, и думаю, что просто мы были более мотивированы. Ну, вот вы сказали о достоинстве ваших игроков, а кто составляет костяк команды, кто на сегодняшний день составляет ударную силу команды «Оранж»? Ой, тяжелый вопрос. Я на него, наверное, философски отвечу, да. Вы знаете, в прошлом сезоне, в прошлом чемпионате зимнем давал интервью господину Тимохину, и он задал вопрос, да, по поводу того, что у нас все держится на двух лидерах команды, да, это Александр Клименко и Юрий Гошимон. В тот момент, ну, меня немножко возмутила, да, ну, такая постановка вопроса, потому что эти ребята просто великолепные игроки, и я желаю им только удачи в будущем, да, к сожалению, они уже не у нас в команде, но я думаю, вот время показало, да, что у нас не просто есть лидеры, да, и хорошие игроки, у нас сплоченная коллектив, сплоченная команда, и давайте, наверное, пожалуй, не буду выделять никого, потому что если я начну перечислять, я перечислю наших все 20 игроков, они мне все очень близки и очень хорошие футболисты, поэтому без фамилии. То есть вы хотите сказать, ну, что в команде хорошая атмосфера, благодаря этому, то есть коллектив настраивается на каждый матч и может показывать результат, но кто создает эту атмосферу? Ну, я надеюсь, что немаловажную роль в этом процессе и я создаю, естественно, Сережа Каладинский, это наш, можно сказать, директор команды, это такой вот идейный лидер, вдохновитель. На все победы, на всю организацию, вообще работы, я ему очень благодарен, ну, Макс Майстренко, наш капитан, уже достаточно продолжительное время, ну, вот как-то, ну и вообще команда, команда настроена на то, чтобы побеждать, очень приятная, здоровая атмосфера внутри команды и, то есть, команда. Хотелось бы пройти по играм, но действительно у вас надежная очень игра в обороне, в первых трех турах вы вообще не пропускали, да, но потом уже начиная с четвертого пропускали, но не более трех мячей. Давайте, вот, о шестом туре вам удалось победить команду ДКМ, это тоже один из принципиальных соперников, что можете сказать об этой игре? Ну, игра была очень нервная, я думаю, что кто пересматривал моменты и видео, да и кто находился в зале, наверное, увидели мою немножко неадекватную реакцию, да, на голы, я приношу извинения, да, не хотел так эмоционально реагировать, но действительно так получается, что президенты команды ДКМ являются моими друзьями, в некоторой степени соседями, и мы так достаточно подкалываем друг друга, да, и, конечно же, очень хотелось победить эту команду. Что скрывать? В принципе, хочется побеждать в каждой игре, да, но есть действительно очень принципиальные соперники, есть не очень, но могу сказать, что у нас настрой идет на 4 основных коллектива, это ДКМ, местная традиция, естественно, Екатерина Слава Хлеб и ЛАД, я бы не выделял 2 коллектива, хотя, конечно, могу сказать, что этот чемпионат вообще, бесспорно, я думаю, самый интересный, я думаю, что это видно и по турнирной таблице, и по отдаче каждой команды, ни с одной командой, я уверен, не будет легко, и в следующем туре у нас Ювико, и мы точно так же настраиваемся очень серьезно, команда показала, что там высококлассные футболисты, хоть и молодые, немножко неопытные, но бегут, несутся как, ну, просто как звери. Ну да, действительно, вот и Ювико с ЛАДом подтвердила в последнем туре, ЛАД выиграл в один мяч, причем забил на последних минутах, ну, и аутсайдеры тоже набирают очки, одерживают победы, да, а вот что было в игре с Приватом, первым таймом его ввели в счете, 1-0, казалось бы, да, ну, с этим соперником можно брать 3 очка, да, но сыграли 2-2. Вы знаете, Приват, Приват Днепр, очень достойная команда, мы с ними сражались за чемпионский титул в летнем кубке, как вы, наверное, знаете, и очень-очень непростая команда, очень боевая, и что могу сказать, что у нас с ними всегда проблемы, как-то вот не получается налегке пройти, и даже в чемпионате летнем мы вроде как, по-моему, даже на 7 очков от них отрывались, если не больше, и умудрились все свести к золотому матчу, ну, слава Богу, выиграли, но тем не менее, могу сказать, что это очень крепкий коллектив, очень классная команда, и я думаю, выигрыш их лад, так как они победили лад на последних секундах, это о многом говорит. у вас был хороший старт, первый тур Оранж-Тайфун 2-0, второй тур Оранж-Легион 4-0, но затем немножечко, как бы команда была ничья, ну, пробуксовала, скажем так, ничья 0-0 с Екатерина Славклибом, и поражение от Лада, вот с хлебом, такой чисто футбольный счет, счет из большого футбола, 0-0, что можете сказать об этой игре? Я бы не сказал, что команда Оранж пробуксовала, все-таки календарь, поймите правильно, Теренслав Хлеб и Лад это лидеры многолетние, они, наверное, последние, не знаю, сколько, 6-7 сезонов сражаются между собой, да, и подряд две игры, поэтому я бы не сказал, что это пробуксовали, с хлебом, я считаю, что это достаточно удачный результат, 0-0, могли победить, могли проиграть, но очень боевая игра была, с Ладом, ну, у нас всегда с ними проблемы, так получается, что на моей памяти, она мне, по-моему, не изменяет, мы Лад, к сожалению, еще не выиграли в основное время ни разу, за наши вот два с половиной года битвы между собой, один раз мы на кубке памяти Арутюнова, который проходил осенью, сыграли 3-3 в ничью и по пенальти победили, но я считаю, что это не чистая победа, то есть все-таки хотелось бы, хотелось бы уже все-таки в основное время победить эту команду, но очень хорошие ребята, очень слаженный коллектив, будем стараться. Но есть к чему стремиться, тем более у вас сейчас поровну с Ладом очков, и на одну очку больше только вы котели на слав хлеба, да? Но возвращаясь к игре с Ладом, был интересный эпизод на последней минуте, когда даже табло не выдержал этого накала, то есть я тоже присутствовал на этой игре, трудно объяснить, там это факт, но действительно, это было так, как раз вы забивали, по-моему, свой третий мяч. За 26 секунд до конца, да, Сергей Беденок забил гол, и почему-то казалось, что сейчас настрой был, и были мотивированы на то, чтобы все-таки сравнять счет, но действительно, такое произошло, ну, что же, это жизнь, ничего не поделаешь. Ну, желаю вам хорошо закончить первый круг, вот у вас сейчас игра с Юбико, потом игра с выбором, а что вы можете сказать о турнире под названием «Розыгрыш Кубка Днепропетровской области» по футзалу. Как у вас там, там тоже успехи? У нас там успехи, ну, лично от себя могу сказать, мне немножко непонятно, воля жребия, потому что, ну, на самом деле, на очень ранних стадиях, да, свели очень сильные команды, и в первом круге были команды из премьер-лиги, да, и во втором круге, по-моему, даже 2 или 3, 2 или 3 пары, то есть, я предполагаю, что финал будет не самый сильный. Ну, по одной простой причине, я думаю, это как на будущее, наверное, каким-то образом это изменится, но, тем не менее, наверное, я предполагаю, что должен быть какой-то рейтинг, и каким-то образом по рейтингу необходимо сеять команды. Вы прекрасно видели, какие результаты были первых кругов, когда команды из премьер-лиги встречались с представителями, если не ошибаюсь, Либертада, 7-0, 8-0, 5-0, ну, откровенно, откровенно, некоторые коллективы есть действительно слабые, но нам, к сожалению, во втором круге достался Екатерина Слава Хлеб, я считаю, их на сегодняшний день в этом кубке сильнейшие, хотя время покажет, может быть, мы их пройдем, посмотрим. Будем с интересом смотреть, ну, и хотелось бы спросить, вот, сколько лет уже существует Ваша команда, вот, кому принадлежит идея, ее создание, кто стоял у истоков? Хороший вопрос, тяжело посчитать количество лет существования команды, так как первую свою игру команда отыграла в 2012 году, в сентябре 2012 года, я бы назвал все-таки этот месяц, да, и этот год начало основания команды, хотя потом, на достаточно продолжительное время, на протяжении где-то двух лет, это были такие разовые только встречи, то есть, как такового костяка команды не было, да, и только в 2014 году мы уже начали, скажем так, подбирать коллектив, ну, в общем-то, начали играть в различных чемпионатах уже под эгидой федерации футбола в городской области. А идея возникла, ну, наверное, скажу, что это была все-таки моя идея, в свое время мы совместно с нашими друзьями, которые на то время спонсировали Днепр Агро, выступали за Днепр Агро, это был, если не ошибаюсь, 10-11 года, очень интересный был накал борьбы, в то время это всего лишь была Лига Г, она четвертая по счету, и тем не менее интерес просто был сумасшедший, и вот с того момента в общем-то зародилась такая идея на базе, ну, на базе, получается, спортклуба организовать такой коллектив, ну, и вот существуем, стремимся побеждать в каждом матче. Ну, вот вы сказали, в 2012 году впервые была собрана команда, но вы участвовали вот как игру в ней? Да, все верно, участвовал. В 2012 году участвовал, мы проводили открытый Кубок Оранжа, и дошли до финала, и очень непростой борьбе с Саби, там, просто рубка была сумасшедшая, да, в тот момент играл, на сегодняшний день, к сожалению, не чувствую в себе силы, чтобы конкурировать с молодыми игроками, наверное, просто не хочется выглядеть клоуном на паркете, поэтому нахожусь всегда на бровке, да, с командой, когда могу, когда получается, и могу сказать, что играть намного меньше нервов тратишь, чем стоя на бровке, потому что потому что на это смотреть со стороны очень тяжело, очень переживая за ребят, за команду, ну, как-то вот так. Первый основной успех, это, наверное, прошлый чемпионат, чемпионат 2015-2016 годов, вот, расскажите о достижениях. В принципе, я считаю, что первый успех, это наш летний кубок 2015 года, 2015-го, к сожалению, не удалось занять первое место, мы проиграли в золотом матче Алан, очень сильный коллектив на этот момент был, то есть это, в принципе, первое наше такое достижение, после этого мы начали становиться такими собирателями вторых мест, потому что на чемпионате памяти Рутюнова в прошлом году мы, по-моему, в финале, если не ошибаюсь, проиграли Ладу, затем в зимнем чемпионате мы заняли второе место после Екатерина Славхлева, я считаю, это на сегодняшний день наше самое высокое достижение, но не хочу преуменьшить летний чемпионат, там, где мы заняли первое место, но считаю, более важен кубок и медаль за второе место зимнего чемпионата, чем кубок летнего чемпионата, хотя, конечно же, приятно становиться первыми, и, ну, наверное, все-таки это действительно зимний чемпионат прошлого года. Ну, и хотелось бы узнать вот нынешний чемпионат, который вы уже окрестили одним из самых таких сильных и конкурентных, какие ставите цели и вообще какие задачи, какое место хотелось бы занять в вашей команде? Хотелось. Ну, я думаю, что не расскажу, ну, как, не будет неожиданности, да, если я скажу, что настраиваемся только на первое место, но очень будет тяжело, могу сказать откровенно, все коллективы настолько сплоченные и собраны, да, что, не знаю, сичка может быть у любой команды, конечно же, цель первое место, но я думаю, попадание в тройку это будет очень неплохой результат, ну, я реалист по жизни. Уровень команд сильный, а какой уровень организации на сегодняшний день и как вам вообще новый зал, который недавно открылся, Олимпия Плюс, качество видеосъемок, видеотрансляций, ну, в целом, что можно сказать об организации чемпионата? Ну, могу сказать только положительные слова в адрес организаторов, в адрес операторов, откровением стало для меня любительский чемпионат среди любителей и транслируется онлайн, очень здорово, отличное решение, правильное. Зал, ну, как по мне, выше всяких похвал, наверное, не зря 10 лет или более, да, он находился на реконструкции, ну, просто довели его до очень-очень качественного уровня, и, ну, скажем так, пересматривая периодически игры премьер-лиги, очень удивлен, что, допустим, Титан, Заря, которая из Покровки, да, не играет в этом зале, потому что, ну, на сегодняшний день в области нет ничего подобного. Поэтому, спасибо большое городу, спасибо федерации, все здорово. У спортивного клуба Orange есть футбольные площадки, нет ли плана тоже построить в будущем спортивный зал вот такого уровня, как Olympia Plus? А может быть, даже лучше. Знаете, сложный вопрос. Ну, как бы, скажем, хотелось бы, я понимаю, что это, как бы, не простой вопрос, но вот... Вопрос не простой. Скажу откровенно, наши городские власти, к сожалению, не только не... Сейчас попытаюсь как-то эту мысль. То есть, они не только не помогают, иной раз даже ставятся палки в колеса, поэтому, откровенно, для нашего города иногда даже руки опускаются что-либо делать. Честно. Но вот и в этом плане, что бы Вы могли пожелать действительно всем любителям футзала, всем любителям спорта, всем Днепрямам, в частности, всем, кто принимает участие тем или иным образом в чемпионате города сезона 2016, ну, а также в розыгрыше Кубка области. Вот что бы Вы могли пожелать, вот, скажем, на перспективу? Ну, в первую очередь, любите футбол. Как люблю его я. Не знаю, я могу сказать о себе, что, наверное, 24 часа в сутки я думаю о футболе, играю в футбол, смотрю футбол, это доставляет удовольствие. Я хотел бы пожелать, чтобы как можно больше инициативных людей появлялось в городе, чтобы создавалось как можно больше команд, чтобы росла конкуренция, и чтобы уровень с каждым годом только повышался и повышался. Вот команда Orange играет в футзал, да? Не было ли у Вас мыслей то есть создать команду по большому футболу? Хороший вопрос. Вот какие планы развития и нет ли у Вас таких планов, допустим, если это будет футзал, играть в будущем на более высоком уровне, нежели чемпионат. Вы знаете, наверное, на сегодняшний день стараюсь общаться с ребятами, стараюсь общаться с своей командой. В принципе, это не секрет, у нас практически 99% всех футболистов, которые играют в мини-футбол, в своих мини-футбольных командах, они являются параллельно игроками на большое поле. И часто слышу от своих футболистов, от других футболистов, что достаточно у наших ребят из «Оранжа», здоровье для того, чтобы бегать все 90 минут на большом поле. Но, вы знаете, общаясь с ребятами регулярно, все-таки делаем успехи в мини-футболе. И, наверное, хотелось бы развиваться в этом направлении. Были предложения поучаствовать в пляжном футболе. Пока мы, наверное, на паузе, наверное, хотим добиться достаточно высоких результатов, в мини-футболе. По поводу перспектив, в этом году было предложение сыграть во второй лиге. Я думаю, что мы еще немножко поднакомим опыта и, наверное, попробуем свои силы в следующем году, опять-таки, если будут организовывать. Поэтому, я думаю, планомерно будем двигаться и будем пробовать силы в более сильных чемпионатах. Поэтому, да, есть мысли непосредственно двигаться в мини-футболе. Желаем вам развиваться и достигать вершин, завоевать, наконец-таки, первый серьезный титул. Спасибо большое. Спасибо. Все, нормально. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok